Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бывало, на одного человека где-нибудь отпадало, когда пересчитывали 1%, а другого не было. Давайте пройдемся по каким-то общим цифрам. С губернаторских выборов начнем. Во-первых, явка по области, по предварительным данным, почти 31% по региону. По-моему, 27%. Это на 6 часов вечера вчерашнего дня. Избирком, да. 30,85 явка по городу Кирова. Явка 23%. Это по губернаторским, да? Общие. Общие 23%, да. В сравнении с предыдущей губернаторской кампанией, 2014 года явка снизилась, там было 36%, побольше все-таки. А вообще явка везде снизилась. Довольно заметно побольше. Ну и по предварительным данным Кировской областной избирательной комиссии, с результатом 64%, с небольшим выбором побеждает временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев. Отличная новость. Отличная новость. Я думаю, что в любом случае победителей надо поздравлять. Давайте поздравляем. Да, конечно. Поздравляем. Что касается... Тяжелый путь с надеждами кировщан, которые оказали большую поддержку. Все-таки это большая ответственность, мне кажется. Вы что, сейчас шутите? Большую поддержку? Ну как, ну... Приявки 30%... Ну, смотрите, по-любому как бы процент все равно как бы значительно выше, потому что многие говорили, что там второй тур, там и 50 не набирает. Но при этом мы там все четко понимали, что человек, который поддержан и землей и небом, и приезжал патриарх Кирилл, и приезжал президент Российской Федерации, и земля и небо поддержали такого кандидата, то, конечно, у нас не было шансов его не полюбить. И избиратели его избрали, потому что посыл был громаднейший, я еще раз говорю, с неба и земли. То в данном случае процент близкий к 2014 году, когда шел губернатор Никита Юрьевич Белых, там где-то около 70. 70 почти было, да? Да, то в принципе все очень близко, и народ по-прежнему уже любит и нового губернатора. В любом случае получается так, что в ближайшие 5 лет нам с ним жить и работать, поэтому я еще раз говорю, давайте его поздравим и будем смотреть. Будем смотреть. Надеяться, ждать. Да, надеяться, но лучшее, как всегда, что уж нам остается. Ну, я думаю, что и поздравим, и нужно напомнить ему, что при том, что его земля и небо поддержала, ответственность за то, что будет твориться на территории Кировской области, земля и небо нести не будут. Ну, понятно. Они уехали. Ну, не обещали вернуться, да? Да. Ну, что касается других трех кандидатов на губернаторских выборах, у Сергея Мамаева результат почти 20%, 19,18%. Кирилл Черкасов, он практически угодил в ту же самую воронку, что и в 2014 году, то есть я имею в виду процент голосов набранных, почти 10%, чуть менее, ну и представитель коммунистов России Николай Барсуков набрал 4% с небольшим. Ну, такой приличный процент для первого раза, я вам скажу. Ну, да. Для кандидата... Ну, честно говоря, сложно было порой не проголосовать за Барсукова, потому что человек, который заточен был под коммунистов, он смотрел на эмблему, так сказать, искал и... Ее нашел. И находил эту эмблему, трудноотличимую, так сказать, одной эмблемой от другой. Да, но судя по тому, по показателям 2014 года, я смотрю, что Сергей Павленович прибавил, потому что на выборах губернатора Кировской области в 2014 году у него было, по-моему, 15-16. 16? Да. 15-99. Да, то вот он чуть-чуть прибавил, значит, и в городе у него немножко ниже, как бы, показатели я смотрел в среднем там 13-14-15, по-моему, один только на Авиатский район там дал 20. То они очень близко шли к Черкасовым, и я так понимаю, что ЛДПР все-таки сохранил оппозиции второй партии в городе Кирове. В городе, да. Ну, сейчас мы перейдем к Тайверской думе, там будет гораздо понятнее. Ну, ведь все-таки хотелось бы, чтобы вы оценили, вот 64% действующий в Рио, да, набирает при явке 30 с небольшим процентом. Ну, здесь понимаешь, Володя... Не смущает ничего? Нет, а что с ним смущается? Смотрите, надо сейчас к явке относиться, как бы, очень внимательно и спокойно. Вот мы сейчас на городских выборах постараемся разобрать, что сегодня там и низкая явка, а мы говорим о том, что эти выборы вообще по всей стране сушились, да, везде хотели низкую. Она сегодня тоже не обеспечивает, там, допустим, партии власти какой-то, там, приоритет и победу. Если мы, там, вернемся к городским выборам, то мы увидим эту динамику, там, да, точно так же, как город Москва. Мы сегодня все будем обсуждать муниципальные выборы, там явка 14-13%, и я вам хочу сказать, что там вообще какой-то такой новый треш пошел. Там есть муниципалитеты, где Россия вообще не получила бандата. Не прошла. Оппозиционные партии парламентские не прошли практически нигде, да, то, как бы, сегодня получается, что и с низкой-то явкой уже все тяжелее и тяжелее. Ну, мы совсем-то такие параллели, как бы, с Москвой, Кирова. С Москвой, наверное, нет. Очень сложно. Я почему хотел сказать... Ну, как, подождите, по городу, но... Я хотел сказать, мы говорим про губернаторские выборы, я хотел сказать, чтобы в других регионах они тоже проходили, да? И там еще выше... В 16-ти. Да, в 16-ти. В 16-ти везде победили люди, земли и с неба, которые были посланы там, да? Везде победили эти люди, но у всех довольно разная явка и довольно разный процент победителей. Где-то и 80 есть, где-то явка есть под 50%. Но когда вы, там, говорите, давайте оценим и посмотрим цифры, мы должны, как бы, все равно на эти цифры-то оглянуться. То есть, с точки зрения закона, вроде как, ну, все нормально. Вопросов нет, выборы состоялись. Вопросов нет, выборы состоялись. Губернатор избран, значит, победитель есть. Мы его, как бы, поздравили. Но есть другие аспекты. То есть, какое количество людей сегодня может сказать, что... Ну, как у него в плакатах было написано, у Игоря Владимировича, что это наш губернатор, там, да? Ну, там порядка 200 тысяч, получается, он получил голосовый, да? Но от этого, да, но от этого ему ни жарко, ни холодно, как бы, ну, вроде как, ну, ваш или не ваш, какая разница? Я по закону там... Уже наш. Уже ваш. Ваш, да. Да, уже ваш. Но все равно тут, как бы, осадочек-то определенный... У нас где-то... Сколько у нас всего избирателей? Порядка 900 тысяч? Нет, миллион... Миллион семьдесят. Миллион сто. Миллион сто, миллион сто. Это по области, да. 200 тысяч, значит, вы проголосовали за этого губернатора, и мы его так, кстати, избрали. Ну, что сделать? 200 тысяч. То есть это, ну... Это 200 тысяч, ребят. Это 200 тысяч, да. С одной стороны. Вот. И мы ведь примерно... Вот, понимаете, я вот с точки зрения, как бы, тех людей, ну, как бы, вот, мог бы сказать там, да, кто деньги-то зарабатывает. Кто деньги зарабатывает, а не с точки зрения тех большинства людей, которые пришли из-за этого губернатора, проголосовали. Эти-то люди, большинство, они не пришли из-за этого губернатора, не проголосовали. Деньги заработают, мы имеем в виду бизнес, в первую очередь. Бизнес, конечно. Бизнес, бизнес, предприниматели, и в том числе активные люди, и не предприниматели, как бы, да, а именно те, кто зарабатывает, кто не... Кто создает, как я вот обычно говорю, национальное богатство страны, а не те, кто путем распределения его получает это национальное богатство. Вот, и с этой точки зрения, не знаю, как будет, вот, поправят, но вот у меня, как бы, есть сведения, что губернатор собирается поправлять, так сказать, направление движения и взаимодействия с бизнесом. То есть, ну, видимо, уже... В какую сторону поправлять? Ну, в более... Надо верить, что в лучшую все-таки, да? Да, в лучшую, в лучшую сторону, потому что некое понимание, как бы, ну, мне уже, как бы, сведения были до выборов, что некое понимание того, что избранный способ или избранный метод общения, так сказать, с бизнесом, в том числе с крупным бизнесом, он будет значительно корректироваться уже после, так сказать, избрания. Ну, посмотрим. Вам бы в каком направлении, Ази Салевич, хотелось, чтобы корректировка эта происходила? Ну, смотрите, вот, уже, как бы, еще раз мы скажем, что губернатор избранный, он теперь уже губернатор Хировской области. Нет, ну, погоди, он губернатором станет после 15-го числа, когда придет и наугурация официально. Ну, да, я прошу прощения, но уже, как бы, для меня... Ну, официально пока не назначена дата и наугурация, но назначена. Давайте поспорим, что 15-го числа она будет, да, потому что все закуплено и приглашение... Там будет только шампанского поставить. Пятница. Пятница грядущая. Ну, да, вот на этой неделе все равно. Да, что тянуть-то? Значит, такая ситуация, что, собственно говоря, какую сторону хотелось бы, чтобы это взаимодействие двигалось? Вы на рекламу пойдете? Мы сейчас сделаем маленькую паузу. В принципе, говорите, Ази Салевич, вы на нас не смотрите, у нас... Закончите мысли и сделаем паузу. А какую сторону хотелось бы? То есть взаимодействие... У нас ведь есть общественные организации бизнеса, которые, собственно говоря, должны взаимодействовать с властью. Не каждая организация бизнеса так-то бы по-хорошему должна выходить и обсуждать какие-то проблемы системные. Должны общественные организации бизнеса выходить. У нас ситуация была такая, что общественные организации бизнеса и выходили со своими предложениями, обсуждались эти предложения. У нас есть несколько у нас общественных организаций, объединяющих представителей бизнеса. Совет хозяйственных руководителей, торгово-промышленная палата, опора России активно так или иначе действовала. Ну, в последнее время особенно предвыборный период. Но получалось, что эти предложения, они принимались каким-то образом, ну, там, лично или через почту. И на этом все эти предложения, значит, закапывались куда-то непонятно, без ответа оставались. В исключительных случаях появлялись какие-то попытки для обсуждения. Это, на самом деле, очень-очень корявый путь взаимодействия с бизнесом. Хотелось бы, чтобы любые предложения обсуждались, и если они отклоняются... То объяснялось почему. Что не просто объяснялось, а чтобы эти объяснения были вполне обоснованными и логичными. Ну, понятно, что не потому, что не нравится. Да, и чтобы дискуссия в этом направлении и поиск лучших вариантов продолжалась. А на сегодняшний день ведь этого нет. Этого нет. И чтобы нам, ни малейшим образом, представителям бизнеса, не казалось, чтобы тот или иной представитель власти на сегодняшний день лоббирует интересы какой-либо промышленной, значит, или непромышленной группы, или финансовой группы на территории Кировской области таким образом, чтобы тем, кто уже работает на территории Кировской области, становится хуже работать. Но, несмотря на то, что предложения, те или иные предложения игнорировались, у нас, к сожалению, я тоже являюсь членом этих общественных организаций, к сожалению, общественные организации не ставили вопрос ребром. Что это такое? Мы даем предложения, и, ну, я думаю, что в том числе и потому, что эти общественные организации возглавляют Единая Россия. То есть представители... Вот такой выбор. Представители Единой России, да. Тут одно и другое вытекающее партийное дисциплину. Это красиво в слове, да, вот на слове Единая Россия сделаем паузу. Продолжается программа «Мужской понедельник» и «Дневной разворот». Мы сегодня говорим об итогах выборов в Кировской области, выборы губернаторские, выборы в Кировской городской думе. И, кроме того, много у нас еще было, да, избирательных кампаний. Есть у меня соответствующая информация. Напомнить, что мы выбирали, нет? Не напоминать? Да, я думаю, что мы все-таки нас больше слушают в городе. 13 муниципальных образований в дополнительные выборы местных депутатов были. 78 глав городских и сельских поселений избирали наши земляки. 305 кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений. И 106 еще местных референдумов у нас было. В общем, такая серьезная кампания была. Кстати, у меня сегодня смс-ка, знаете, с утра пришла в половине девятого. Очень интересное содержание. Нет горячей воды? Мерзнешь? Это вчера уже пошли они. Приходи на избирательный участок до 8 часов вечера. Вот где поступил сегодня в полдевятого утра. Я бы еще в завершение коллеге бы сказал, что, наверное, при сегодняшней, особенно там, социально-экономической ситуации, особенно в городе, конечно, не только на бизнес надо обратить внимание, но на предпринимательскую среду. Я думаю, что это немножко другой слой. А чем отличается? Я думаю, что бизнес это более крупный предпринимательский, это малый и средний бизнес, который в городе... Но это Дима так делит. Я так делил. Я на самом деле с ним вместе. То есть для меня есть крупный бизнес, есть мелкий бизнес. Да, то в данном случае, как бы, вот с этой частью, которая, я считаю, что в городе делает большую работу и является очень активной, и очень большое количество людей работает сегодня у этого малого и среднего бизнеса. Последние годы, конечно, была связь потеряна, из-за чего мы сейчас и говорим, что те люди, которые не пришли на выборы, они как раз, наверное, относятся и к этой части, потому что они ни во что не верят, они очень грамотно разбираются, они видят, что где на самом деле выборы, а где просто определенный муляж, который там происходит. Но в заключении хочу сказать, что, наверное, мне больше всего понравился лозунг, который в последнее время мне бросился в глаза, было в Рио Васильево, это «Сделаем Кировскую область сильной». А что под этим поднимается? Да, я вообще ничего не понял. Сильная может быть армия, наверное, или может быть какие-то войска. Но в данном случае мне кажется, что область должна быть не сильной, а экономически и социально развитой, и где живут довольно-таки с нормальными доходами населения. И основная задача любой власти создавать именно те условия, чтобы население на самом деле жило гораздо лучшее, богаче и достойнее, что приведет, в принципе, и к развитию экономики. О, «Сделаем вместе Кировскую область богатой». Богатой, счастливой. Куда более, куда более. Слово «сильной», конечно, очень интересно. Вы должны понимать, что в таких девизах... Девизах, длинных слов тут правильно. Да, тем более, мы же как раз «сильно» подходим. Мы же открыли кадетский корпус. Мне почему я удивлялся, я всегда вспоминал всю историю Северной Кореи, я думаю, там они тебя делают «сильной». Но они не хотят, и вы понимаете, что слово «сильное» само по себе, оно же «позитивное» ничего. Конечно, «позитивное». Поэтому, а для них важно было, чтобы... Позитивное, агрессивное. Да, да, да. На плакатах, да. А почему агрессивное еще плюс к этому? Потому что сейчас вся наша страна ведет себя таким образом. Кругом враги надо быть агрессивным. Да, и мы должны как бы... А на самом деле, мы в окружающем, в том числе, наша внутренняя политика, она сказывается на внешней. У нас появляются еще немножко врагов то там, то здесь, только потому, что мы-то становимся слабее. Экономически. Конечно, экономически. Если бы мы становились бы сильнее экономически, то у нас бы не враги бы появлялись, а друзья бы появлялись. А друзья бы появлялись. Но это же очевидная вещь. Но если этого не понимают, ну поэтому этот лозунг и был. Если можно, я как бы к бизнесу-то все-таки... Вернусь. Да, вернусь. Значит, и сейчас ситуация получается такая, что если мы и дальше будем эту политику продолжать, то у партии, у партийных функционеров, у них сегодня нет идеи вообще-то на самом-то деле, как Кировская область, ну как они даже пишут сделать сильной. У них этих идей нет, потому что мы-то говорим, что экономически сильные. И программ нет. И программ. Реальных. А, значит, получается, что с теми активными людьми, о которых сейчас Дмитрий сказал, и у которых есть реальные идеи, с ними-то у них связь потеряна. И их-то еще смотивировать на то, чтобы они еще пришли с тобой и обсуждали. А сегодня, если вы хотите действительно сделать экономически сильной Кировской области, вам нужно будет не только с членами партии, с фактивными функционерами разговаривать, а создавать более широкую, так сказать, ну, коалицию, не коалицию, короче, более широкое представительство там, в том числе и беспартийных. И вопрос смотивирует, что они с вами захотели бы работать. Потому что каждый сегодня думает, видя ситуацию, только о том, как свой бизнес сделать сильным и по возможности убрать из условий, когда его душат. Понимаете? И ситуация, получается, не очень хорошая. То есть мы... А как мы сделаем Кировскую область сильной, если мы ее не сделаем богатой, как вы только что сказали? И экономически развитой. И экономически развитой. А можем, у нас еще есть, у нас еще есть шансы, у нас еще есть пацаны, которые делают такие вещи, которые в России не делают. И бизнес у нас очень сильный, и предпринимательская среда очень сильная. Всегда было. И надо бы найти их и поддержать. А у нас-то так пока не получается. А я бы еще добавил, и задача власти разговаривать с этими людьми на равных. А не как у нас сегодня мы видим совещание, там проводит, допустим, глава администрации Перескоков, и там дает команды, типа, вы у меня там весь бизнес на побегушках, я вам там сказал, и побежали. А они не на равных не умеют разговаривать. А они не умеют не разговаривать, то в данном случае власть не умеет с предпринимательской средой с бизнесом разговаривать. Другой тон выбор. На равных не умеют. А бизнес не на равных не согласен, он не готов разговаривать. Потому что в данном случае они понимают себе цену, и то, что они умеют делать, и то, что они делают. То я всегда вспоминаю там слова великого Лю Куань Ю, который сказал, что власть должна обслуживать бизнес, создавать им условия и делать так, чтобы они как можно больше платили налогов и больше создавали рабочих мест. При этом всегда говоря, ребята, а чем вам помочь? А не так, как у нас сегодня. Вы там, идите-ка сюда, вам надо там скинуться, нам там праздник провести или что-то сделать. При всем при этом их никто не видит и не слышит. Некоторые действия вот таких представителей очень похожи на государственные реки. Это совершенно неправильная политика, которая рано или поздно приведет к тому, что, в принципе, мы сегодня видим, что интерес к выборам теряется, в основном и активные части населения. Плюс мы сегодня видим, падает явка, потому что все, что делает сегодня власть, она делает против этих выборов. То задача засушить выборы, она, в принципе, к власти удается. Но вся проблема в том, что сегодня и сушка-то им тоже не идет на пользу. Мы сегодня видим, сейчас будем разбирать городские выборы, мы видим, что низкая явка не приводит к большой победе Единой России. Точно так же, как и в городе Москве, например. Ну, позвольте, я хоть несколько слов за счет и чиновников скажу. Все-таки они благодарят предприятия, по крайней мере. Вот спасибо, что отозвались, откликнулись, поддержали какие-то инициативы горожан. Они благодарят хоть. Но это, в первую очередь, относится уже к террауправлениям непосредственно. Ну, а что им делать? На местах. Подождите. Спасибо, друзья. Сегодня, как бы, они получают... Давайте скажу, давайте скажу. Из года в год, значит, который, я не знаю, уже, может, 10 уже лет там, да, администрация обращается, не только к нам, а, я думаю, в целом ряду, так сказать, предприятий района и говорит, вот, к новому учебному году... Ну, и не только. Значит, есть дети там, которые остались без попечения родителей, их надо собрать в школу, и дайте денег. Ну, откликаемся, да, даём деньги. Почему мы вот это делаем? Потому что мы понимаем, что из-за того, что не дают работать и нет условий для бизнеса, бюджет не добирает. Налоговая база-то сужается из года в год. И будет сужаться. Потому что если ты не создаёшь условий для бизнеса, налоговая база сужается. Раз сужается, значит, да сколько бы ты не выдавливал, ну, больше-то, чем, возможно, не выдавишь, и кого бы ты не привлекал, и сколько бы ты не посадил, и имеешь доказательства, не имеешь доказательства, там, да, строго ты наказал, не строго наказал, не растёт. А почему не растёт-то? Потому что условий нет. И, соответственно, мы понимаем, нам приходят такие, как бы, мы прикинули, да, ну ладно, тут, как бы, я премии, там, выплачу меньше, там, может быть, там, да, или себе урежу, там, вознаграждение, там. Ну, хорошо, дам детям, там, кто даёт, там, три тысячи, кто пять, кто десять, ну, вот, собираются. Да, мы откликнулись на инициативу, значит, администрации. Они потом говорят, вот, Единая Россия. Вам помогла. Вам помогла. То есть в плакатах там пишут, вот, Единая Россия вместе, там, значит, с администрацией и так далее. Ну, не совсем честно, вот эта ситуация. Ну, совсем не честно, я бы сказал. И, поэтому, да, есть такие инициативы, или ко мне придут и пришли, и сказали, вот, мы тут, как бы, значит, вот, вокруг дома, значит, благоустраиваем, и все собираем. Вот, вы тоже, пожалуйста, можете дать? Да, пожалуйста. Ну, почему и нет-то, если я сам и так, и так сам, и без них благоустраивал эту территорию, а вот теперь они очнулись и дали ещё немножко денег. Я сказал, я тоже дам, значит, вот теперь благоустраивается там вокруг дома. Да, становится лучше, понимаете? Да, предприятия откликаются. Ну, не враги же мы сами себе. Мы откликаемся. Это тоже самая история, вот, как мы говорим, что, да, вот, не надо путать там направления. Мы сегодня чётко понимаем, что, в основном, детские сады и школы в основном ремонтируются, в большинстве случаев, за счёт родителей. За счёт родителей. Да, значит, вопрос, а где у нас вообще город и муниципальное образование? Точно так, вот, сохраним мысль, а вот, и меня, знаете, что возмущает? И что представители власти, выступая на жалобы некоторых родителей, отвечают, а вы жалуетесь прокуратурой, если с вас деньги просят, так вы дайте деньги на ремонт. В школе, да. В школе, чтобы мы не просили, как бы, у родителей там, да, школы не просили, чтобы родители не собирали. А то вот начинают, как бы, нет, это незаконно, так вы денег не дали. Вот у нас, например, там, у школы, там, у второго корпуса, там, проехать невозможно, там, пройти невозможно, скоро будут дети. Вы имеете в виду физмат? Да. И, пожалуйста, а что делать? Вот мы сейчас рассматриваем все варианты, а где взять деньги? Приходится скидывать родителям. Точно так же мы сегодня говорим, если мы сейчас будем обсуждать, там, спортивную отрасль, да, мы говорим, что тоже за счёт родителей, за счёт спонсоров, именно тех предпринимателей, которые водят своих детей, они помогают, стараются, на них соревнования скидываются, особенно помогают те люди, которые раньше занимались этим спортом, да, всё держится как раз на активных граждан, на общественности, на население. То в данном случае мы готовы всё это помогать, но... Да и делаем без них, и без них просьба делаем. Да, без них даже они нужны, но они должны свою тоже нести лепту самую большую, потому что мы им платим налоги, и эти деньги должны распределяться именно. Вам пример. В 2012 году, когда здравоохранение города Кирова было по решению федеральных властей передано областному бюджету, городу освободили в 2012 году 600 миллионов, то, что они тратили до этого на здравоохранение, для того, чтобы они отремонтировали детские сады и школы. Два года они по 150, по 140 миллионов подавали, где-то окна поменяли, потом эта программа вся накрылась, и всё, и нет этих 600 миллионов. Все забыли, что это 600 миллионов. Все забыли. Ежегодно. Да, ежегодно. 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 Они освободились. Да, освободились именно для того, чтобы школы и садики привезти в нормальное состояние. Всё, денег у нас ничего нет. Сегодня ситуация поменялась, и с налогами ещё стало хуже, с доходами стало хуже. Сейчас вообще у нас буксовка идёт. Посмотрите, сколько не хватает в городе детских садов. Уже официально примерно где-то 9-10 надо было за эти годы построить. Школ почти 14 для того, чтобы вывести всех на первую смену. Где это сейчас всё взять? Мы самые лучшие годы в городе, прохихикала эта городская власть. 10 лет, когда вся страна двигалась вперёд, мы стояли на месте и смотрели, куда-то у нас всё происходит совершенно не так, как в других городах. И в этом случае мы сегодня с вами тоже понимаем, что сейчас они говорят, что вот мы сделали там вам дорогу отремонтировать, и салют запустили, радуйтесь и прыгайте. Потому что в данном случае они считают, что это праздник для нас. А мы считаем, что это должна делать власть, потому что она получает наши деньги, налоги, и должна обеспечивать, и не надо открывать с пумпой совершенно безумные вещи, которые они должны делать. Я хочу вернуться всё-таки к основной теме. Выборы. Выборы этот инструмент, изменить ситуацию эту. Хоть мы говорим о них уже в прошедшем времени. Согласен. Корявый, немножко корявый и дефектный инструмент, который иногда вот когда бьёшь, и этот инструмент, ну как бы вот инструментом, да, и когда ты неисправным инструментом корявым бьёшь, то не всегда достигаешь, так сказать. А иногда ещё отскочить может. А ещё отскакивает там, ещё куда-нибудь бьёт там. Мне очень нравится выражение, перебью, Черчилля, который сказал, что плохую власть убирают те, кто не приходит на выборы. Да, вот это показатель на самом деле. Это очень правильные слова. И мы то, что говорим, что сегодня очень в городе мы переходим в городский выбор. Вот один из пяти пришёл у нас, получается. Пришла низкая яска, которая опять в очередной раз не дала возможности сформировать работающую и обсуждающую думку. Да, но это наш упрёк. Мы с Димой имеем право сделать упрёк в сторону своих собратьев, предпринимателей, как бы бизнеса, да, потому что, ну как бы мы, это основной упрёк им и, соответственно, молодёжи и активной части населения, которые, ну, сказал, а что туда ходить? Там всё решено. Там всё решено. Вот это вот, очень сложный этот аргумент, поверьте. Да, это самое сложное. Да, потому что, на самом деле, может быть, на каких-то тех выборах, которые мы первые обсуждали, может быть, было всё решено, потому что небо и земля пришла к нам сама там, да. То, конечно, внизу, на муниципальных выборах, конечно, всё-таки всё зависит, насколько мне кажется, от избирателя, от населения, от кировчанина, потому что, что греха таить, по крайней мере, эти выборы в плане, там, как бы, то, что происходило на участках и вот по нарушениям, они не были замечены какими-то там ужасными вещами, которые были там и 12. В принципе, я хочу сказать, что выборы прошли очень спокойно и тихо, в хорошем смысле там, да, были мелкие нарушения, но они на самом деле были мелкие. В основном, никаких таких глобальных и совершенно безумных нарушений, грубейших не было. Зафиксировано практически ничего не было. Давайте на рекламу всё-таки прервёмся сейчас и очень скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу. У нас в гостях, напомним, сегодня помогают нам разбираться в итогах выборов, прошедших Азиз Агаев и Дмитрий Русских. Ещё раз добрый день. Вот мы заговорили о нарушениях. На выборах я сейчас предлагаю послушать небольшую аудиозапись с сегодняшней пресс-конференцией. Руководитель областного избиркома Алексея Круглова, он как раз-таки прокомментировал ситуацию с нарушениями. Пожалуйста. И выезжали на места, и встречались с заявителями, и смотрели, и брали объяснения. То есть фактически работа была, ну так, параллельно шла достаточно большая. Грубых нарушений в работе территориальных и участковых избирательных комиссий выявлено не было. Сигналы были рассмотрены, но все в основном такого незначительного характера. Сигнал там, например, оставили машину с агитацией. Наклеена около территориальной избирательной комиссии. Здесь, конечно, в общем-то, полиция её и отогнала, так сказать, на эвакуаторе. Ну и другого такого плана. Алексей Круглов, руководитель областной избирательной комиссии. Только что. И мы сейчас будем набирать, кстати, Олега Ткачёва, члена общественной палаты Кировской области. Координатор горячей линии общественной палаты. Общественная палата организовала горячую линию. Всего, как сообщили уже организаторы, было 12 обращений. Вот сейчас у Олега хотим поподробнее узнать, что же именно. Ну где-то там писали вчера, что водку где-то наливали на каком-то избирательном участке. Только не знаю, подтвердилось это, не подтвердилось это. Вообще какие выборы без водки? Подтвердить точно, по-моему, они не смогли. Но на самом деле, как бы тут сложно говорить, что грубых нарушений на самом деле не было. Были мелкие нарушения, они всегда происходят на определенных участках. Но, конечно, по сравнению, ещё раз хочу сказать, те кампании, которые я проходил в 2012, 2014 и 2016 году, конечно, это совершенно была другая картинка. Не знаю, что на это повлияло. Может быть, как бы партия власти решила, что я в Каниско, и они и так своих приведут. То они, как бы, видимо, были настолько уверены в том, что они победят, что никакие какие-то неправильные движения в сторону избирательных участков и избирателей, и наблюдателей они не предпринимали. А вообще грубые нарушения в ходе этой избирательной кампании, они были бы кому-то выгодны? Нет, никому не выгодно. Зачем? Ну, я думаю, что они в каком-то частном формате. Просто у нас были некоторые округа, где там, на самом деле, была очень сильная борьба. Допустим, взять округ номер, по-моему, один, где было две Ковалёвых и две Шиховых. Одна представляла Единую Россию, Елена Васильевна, значит, и другая, это ЛДПР Светлана Шихова, которых было две их там, да, в две фамилии. Вот там какая-то, вначале, когда шла борьба, и там были какие-то замечания, и, по-моему, как раз в первом округе определили вот те несколько бюллетеней, которые не соответствовали там регистрации какой-то, или там буквы были какие-то. Буквы были, да, опечатки были. То в данном случае потом, где-то буквально через короткий промежуток времени, там всё стало на свои места, и Ковалёва там значительно начала обгонять. Первая, которая Ковалёва, потому что их там две. Значит, плюс был ещё очень напряжённый, по-моему, округ, где шёл Юрий Львович Шлемензон с Денисом, как его, Ерохиным, да, тоже ЛДПР. Да, вот какие-то были, именно там уже чисто на нервной почве, там, да, уже как бы нервы на пределе, все переживают, там, в каком-то моменте они тоже шли на зря в ноздрю, и там были какие-то движения, которые все обратили внимание. Но они чисто были такие не совсем значительные и не совсем такие глобальные для того, чтобы там реально повлиять на избирательную кампанию. То есть, в данном случае, как говорят, нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, их просто не было. Да, вот со стороны там просто необходимости-то, собственно говоря, и не было в этом. Потому что с использованием законодательства, с этими точками, запятыми в сборе подписных листов, потому что для избирателя, вот в тех, кого партии выдвигали, значит, и особенно вот в списке партий, в списке этих, и в списке кандидатов этих партий не было людей, за которых бы они сильно бы хотели прийти и проголосовать. То есть, ну, соответственно, получалось так, что так как фактически поле-то было явно зачищено, и так или иначе, результаты были предсказуемы, в том числе и, значит, без нарушений. А какой смысл-то, если у нас... То есть, зачистка произошла еще до того, как... Зачистка была произведена еще до того. Сколько у нас, по-моему, 11 попыток самодвижения, по-моему, только один из них, да? Да, у нас ведь остался два. Один только прошел. Один. Один остался, да. Симахин. Да, один остался, да-да-да. Из 11. Он не мог не остаться, друзья. Да, потому что... Ну, нынешний зам заместителя председателя Германии. Во-первых, он зампредседателя, а во-вторых, ну, значит, я его лично знаю, то есть он на самом деле реально потрудился над этими точками, запятыми. То есть не над смыслом программы людям приходилось там, и не над тем, чтобы встречаться, и чтобы... А вот когда собираешь эти подписи, ты сможешь, чтобы он своими руками там, чтобы, если уж написал там девятку, чтобы эта девятка была похожа не на пятерку, не на четверку, а чтобы на девятку. Потому что, не дай бог, эта девятка будет похожа, то эксперт, который, собственно говоря, назначается, значит, избирательной комиссией, которая полностью под контролем Единой России, он просто отметает эти подписи. Несмотря на то, что этот человек жив, он может позвонить, прийти, подтвердить, что это он подписывал, но в итоге, то есть поле было зачищено. Но раз оно зачищено, и мы уже знаем, и знаем, кто будет, и допущены именно те, кто не будет сильно конкуренцию там составлять, а зачем нарушать? А смысл какой? То есть никто всего не залетит на этот участок со стороны, да, никаких сильных фигур не появится? Да, конечно, а если бы, значит, вот эти вещи бы не делались, и реально появились бы, да, реально появились бы кандидаты, которые интересны жителям, то уверен, что явка была бы, и мы бы имели совершенно другие результаты, да, в том числе и известные эти люди, значит, которые сегодня там победили, побеждают, так сказать, в результате там выборов в городскую думу, и их победа была бы под большим вопросом, поверьте. У нас остается три минуты буквально до конца первого часа, мужского понедельника. Второй час мы тоже итогам выборов посвятим, и мы плотно уже перейдем в наш город, к выборам в городскую думу. Я просто сейчас хочу спросить, ваш-то опыт вчерашний, выборный, давайте, три минутки. Вы ходили вчера на избирательные участки, что видели? Николай, вот уже перед началом программы, говорил, пустота, встретили как единственного гостя. Меня встретили как родного, вообще пришел на избирательный участок, там просто как-то немножко люди очнулись, даже наблюдатели как-то так зашевелились, так это все. Меня даже со спины приняли на всякий случай за впервые проголосовавшего, видимо, там какие-то призы положены, потом спросили, вы случайно не впервые голосуете? Но я повернулся, как бы вопрос был снят, потому что у меня уже как бы 18 лет, мне никак точно не дошло. Было очень тихо, мне понравилось. Было тихо, спокойно. То есть если крикнуть, а-а-а, то эхо бы разошлось. Условно говоря, эта полянка была такая чистая, что как бы там нарушать-то было просто невозможно. Но напряжение вообще никого не было. Нет, было все очень тихо. Дмитрий Михайлович. Ну, мы приехали специально, что-то это было 10 часов или там пол-одинца, я уже как бы... Ну, я уже в четвертом часу голосовал. Да, мы с супругой. В общем, в первой половине дня. Когда еще явка была очень небольшая, по данным избиркам. Еще небольшая. Было примерно два человека, как бы, значит, на избирательном участке, которые там что-то там чертили. Ну, мы тоже как бы взяли бюллетени. Действительно, никакой очереди, никакой там давки не было. В четыре кабинки все постояли. Да, все практически были спокойно зашли в кабинку, спокойно отметили, проголосовали и пошли по своим делам. То есть, конечно, сразу было видно, что явка будет низкой. А там экзит-пола не было? Не спрашивали? Спрашивали. Девочка, так сказать, на выходе спрашивала, за кого проголосовали и так далее. Спрашивали, видимо, надо было. Представились как представители медиа-аналитика. Дмитрий Михайлович, 30 секунд и с Олегом Ткачевым еще успеем пообщаться. У меня примерно та же самая история. 291 округ, я был где-то в 15 часов. Тоже все спокойно, все тихо. Экзит-полов у нас не было там в тот момент. В принципе, явка была тоже невысокая. При всем при этом, я пошел по причине того, что если я вижу хотя бы один шанс что-то изменить в городе, который за 10 лет мы реально куда-то скатились благодаря определенным лицам, то я, конечно, пошел и голосовал. И я верю, что если бы я не пошел, то, наверное, ситуация из-за моего голоса была бы немножко другая. То я как бы всегда хожу, потому что считаю, что если есть хоть один шанс, им надо воспользоваться. Давайте сейчас пообщаемся с Олегом Ткачевым. Это координатор «Горячая линия» общественной палаты по жалобам избирателей. «Горячая линия» работала накануне. Олег, добрый день. Добрый день. Да, вы в эфире. У нас буквально пару минут. И, пожалуйста, осветите те звонки, которые были вчера на «Горячую линию». Чего они касались? Их характер? Ну, хотелось бы сказать о том, что звонков было очень мало. Звонки касались, ну, как всегда, консультации избирателей. Были некие сигналы на незаконную агитацию. То есть был сигнал о том, что в отношении кандидатов в депутацию листовки накануне раскидывали безвыходных данных. Там поручи, там, нечего с удовольствием. Ну, в принципе, это все было очень спокойно, скучно. А как отрабатывали? И отрабатывали ли вообще? Выезжали, смотрели? Что делали? Ну, не пришлось никуда выезжать. То есть не было никаких таких сигналов, которые бы потребовали там быстрого реагирования. Но вчера днем у нас собирались зампредседатели областной избирательной комитеты на то время по полноучным правам человека Танов. То есть мы обсуждали, как бы, те звонки, которые нам поступают, и то, что вообще, в принципе, происходит в городе, с явку. То есть мы были на связи с основными службами. В общем, ничего экстраординарного не произошло. Ну, о чем мы говорили, что все прошло в этом плане. Олег, ну сами-то проголосовали и сходили? Да, я сходил. Отлично. Спасибо большое. Мы скоро всех уже избирателей вельцу будем знать. Спасибо. Олег Ткачев, координатор горячей линии общественной палаты. Сейчас мы всех обзвоним. И всех, кто голосовал, успеем. Да, давайте сейчас у нас новости, далее тематические программы и продолжение выборной темы уже после 12.05.